Я был уже готов в утробе матери, я уже родился, потому что у каждого человека есть своя судьба. Вот самое главное, этой судьбе не мешаться. У меня было очень много соблазнов в жизни, очень много ситуаций, когда это все реально мешало моему продвижению как творческого человека, потому что у каждого человека есть свое предназначение, своя миссия. Вот, поэтому Бог мне не давал возможность, шаг влево, шаг вправо. Он меня часто наказывал, я ему за это очень благодарен. В детстве Бог меня наказывал руками своей мамы, которая меня била как собаку, чтобы я занимался на скрипке. Вот, потом, конечно же, было два года армии, очень много осознал за два года. Потом приехал, потом было приглашение ансамбль Иверия, потом Юрмальский фестиваль. Я понял, что да, действительно, если я могу принести пользу этим, да, пользу принести. И людям от этого только хорошо. Значит, я должен этим заниматься. Я даже на Юрмальском фестивале в 89-м году сказал, что если я не возьму гран-при, я не буду больше петь. Тогда просто обязательно нужно было поддержать грузы и мой народ, потому что тогда случилась очень плохая ситуация. Во время развала Советского Союза саперными лопатами начали бить беззащитных людей. И было много жертв, именно советская армия. И тогда все республики меня поддержали. И даже на первом, на центральном канале, тогда пустили эту песню, которая называлась «Свобода». И это стало не только победой, допустим, Грузии, это стало победой всех, кто там присутствовал, всех 15 республик. Но мы не знали, что будет дальше. Мы думали, что вот сейчас это все развалится, все это все, красные флаги, там серпи молот, мы перестанем этим махать, и все будет хорошо. А когда мы остались один на один сам собой, оказывается, нас надо было еще долго везти, как Моисей вел еврейский народ 40 лет по пустыне. Вот так надо было нас везти, везти, везти. А там сразу мы захотели стать европейцами, американцами и так далее. Вот в этом тогда была очень большая ошибка. Моисея не было тогда.